Здравствуйте, дорогие студенты, наши слушатели! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Через неделю мы с вами встретились, продолжаем наши уроки истории. И сегодня мы с вами поговорим о особом периоде в истории татар, это XIX век. Поговорим о том, как формировалась татарская буржуазия, о том, какие городские органы управления возникли в Казани, в некоторых других городах, где проживали татары. Итак, тема – формирование татарской буржуазии и казанская городская татарская ратуша. Восемнадцатый век, дорогие студенты, был непростым веком. Он был непростым и для российского государства, но он был в большей степени непростым для татарского населения, для татарского народа. Мы об этом с вами достаточно подробно говорили на прошлой неделе. Однако, с воцарением Екатерины II, идеология государства по отношению к населяющим ее, подданным представителям других конфессий, представителям различных народов, начинает коренным образом меняться. А Екатерина II, она же Екатерина Великая, это просвещенный монарх, это период просвещенного абсолютизма. Это правительница, которая символизировала собой формирование новой имперской идеологии, которая направлена на поддержку всех тех народов, которые проживали на территории России. Она была достаточно либеральных взглядов и прекрасно осознавала, что те народы, которые в разные периоды вошли в состав этого государства, являются подданными этого государства, вносят свою лепту в государственное строительство, в культуру народов России. И поэтому вся ее практика государственной деятельности была направлена на укрепление не только военного могущества, государственного могущества, но и единства народов на территории российского государства. И это характерно и особенно показательно в отношении татарского народа. Она не случайно отменила многие те законные акты, которые в той или иной степени ущемляли интересы татарского населения, их религиозных потребностей, их социальных потребностей. И в целом надо признать, что начало правления Екатериной Второй таким образом ознаменовалось поворотом в политике имперской власти, в том числе и по отношению к татарскому населению. А в чем были причины? Ну, главную причину я вам уже назвал, это формирование новой идеологии, это просвещение, это просвещенный абсолютизм. С другой стороны, Екатерина Вторая прекрасно понимала, что те действия власти, которые были в конце XVII века, вся первая половина XVIII века, направлены на ущемление чувств татар, на ущемление их религиозных чувств, политика насильственного крещения, она вызывала соответствующую ответную реакцию татарского населения, которая проявлялась в бесконечных восстаниях и в участиях крупных движений. Для того, чтобы минимизировать эти движения, Екатерина Вторая как раз и принимает решение о поездке в Казань, принимает решение о проведении новой политики по отношению к восточным народцам и прежде всего к татарам. Другая причина, очевидно, заключалась в том, что в этот период Россия активно расширялась. Россия осваивала восточные пределы Евразии, а именно Туркестан, и участие татар, служилых татар, татарского купечества, образованной части татарского общества как раз была очень кстати для проведения государственной политики на территории Туркестана. А это близость языков, это близость культур, это близость религии. И Екатерина Вторая прекрасно осознавала, что освоение вот этого огромного региона без участия просвещенного татарского социума его представителей, это практически невозможно. Это прослеживалось в участии татар в дипломатических миссиях, в участии представителей служилых татар, мусульманского духовенства, в соответствующих встречах с представителями тех сообществ, которые проживали в Туркестане. Ну и, наконец, нельзя забывать и того, что к этому времени татарское купечество, которое уже формировалось достаточно основательно и достаточно серьезно, стало реальной силой, которая постепенно стала прибирать к своим рукам всю мелко оптовую торговлю с Туркестаном. Таким образом, проводя, являясь одним из главных проводников той политики государства, тех государственных интересов, в которых в этот период и нуждалась Екатерина. Таким образом, именно в этот период Екатерина II принимает целый ряд решений, которые были направлены на формирование новых отношений по отношению к татарскому обществу, а, соответственно, и формирование нового отношения татарского общества уже государственной власти. В частности, в 1764 году была ликвидирована новокрещенная контора. Кстати, когда мы с вами говорили о Луке Канашевиче, его вот эта политика насильственной ассимиляции, христианизации, она вызывала недовольство не только среди татарского населения, она зачастую вызывала непонимание и со стороны властей. И не случайно, когда Лука Канашевич особенно рьяно проводил свою политику по уничтожению мечетей, проведении насильственной христианизации, все-таки власти его из Казани увезли. Он уехал, переехал в Белгород, где становится архиепископом, а в Казань уже приезжает другой архиепископ, который проводил в целом тоже политику христианизации, но не в таких масштабах. Правительство прекрасно осознавало, что та политика дискриминации, которая проводилась с первой половины XVIII века, она приводила к тому, что значительная часть татарского крестьянства, а это были налогоплательщики, они просто покидали свои места. Таким образом, людские ресурсы казанской губернии, конечно же, беднели. Правительство также понимало, что та политика насильственной христианизации, которая проводилась, она приводит к ответной реакции стороны татарского населения к бесконечным военным выступлениям. И, учитывая все эти факторы, Екатерина II как раз и принимает решение о распуске новокрещенной конторе. Более того, параллельно с этим, в 1782 году она принимает решение об учреждении мусульманского собрания во главе с муфтием Мухаммеджаном Хусаиновым. Учреждение духовного управления мусульман вызвало положительный общественный резонанс в татарском обществе. Тем самым, Екатерина II, во-первых, хотела показать свое доброжелательное отношение к татаро-мусульманскому населению. А с другой стороны, конечно, преследовала и другую цель. Это взять под контроль умы татаро-мусульманской умы, татаро-мусульманского социума. Эти уступки, они во многом произошли после ее приезда в Казань в 1767 году. Приезд Екатерины в Казань вызвал также большой общественный резонанс. И это был первый случай, когда представители мусульманского духовенства, когда представители татарского населения в целом принимали участие впервые в торжественной обстановке в Казани и встречали императрицу Екатерину II. После ее посещения в Казани начинается строительство фундаментальных мусульманских мечетей. Именно фундаментальные кирпично-каменные кладки из подобных первых мечетей мы называем знаменитую мечеть Марджани и мечеть Апанаева в Казани. Эти две мечети были построены в 1770-е годы. Мечеть Марджани с момента своего строительства беспрерывно и до сегодняшнего дня продолжает функционировать именно в качестве мечети. Мечеть Апанаевская в советское время была закрыта. В здании Апанаевской мечети функционировал детский сад, но на сегодняшний день это одна из красивейших мечетей Казани. Она восстановлена и передана в ведение Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Такие мечети строились не только в Казани. Разрешение на строительство мечети получили многие мусульманские приходы на территории за Казани, то есть территории к северу от Казани. Вот среди таких мечетей я бы назвал знаменитую мечеть в селе Нижние Березки, которая впоследствии стала и широко известным мадресе, а также в деревне Кашкар. Вот эти мечети они были построены тоже в 1770-е годы, а мечеть в деревне Нижние Березки даже была построена на год раньше, чем знаменитая мечеть Морджани. В дополнение в 1773-м году был издан известный указ о веротерпимости, который, во-первых, приравнивал в правах мусульманскую часть населения и, во-вторых, запрещал насильственное крещение. А с 1776-го года татарам разрешалось вести торговлю по всей территории России. В 1782-м году в Казани была очереждена казанская городская татарская ратуша. Вообще приезд Екатерины в Казань вызвал большой резонанс не только собственно в русском обществе, он вызвал большой резонанс и большие надежды и в татарском обществе. Вот принятие законов, о которых мы с вами написали, говорили. Роспуск новокрещенной конторы, разрешение на строительство культовых сооружений, это вызвало эмоциональный подъем в татарском обществе. И в связи с этим интересный любопытный факт. Когда строилась мечеть Марджани, генерал-губернатор написал письмо Екатерине Второй о том, что, дескать, мусульмане строят слишком высокий минарет, нельзя им этого разрешать. На что Екатерина Вторая ответила, что она царствует на земле, в небесах царствует Господь Бог, пусть как хотят, так и строят. Вот этот маленький штрих показывает, что новая идеология, направленная на формирование нового мировоззрения, собственно, новой идеологии империи, она четко проявилась в отношении Екатерины Второй, именно татарскому населению, среднего Поволжья, нижнего Поволжья, и в целом татарскому миру. Под непосредственным влиянием новых идей, новой идеологии, уже к концу XIX века на территории Казанской губернии, и не только Казанской губернии, а в местах компактного проживания татарского населения, повсеместно начинают открываться культовые сооружения мечети. Также повсеместно начинают открываться учебные заведения конфессионального типа, как начальные учебные заведения Мэк-Тэбэй, так и среднего и высшего конфессионального образования это мэдресе. Уже в конце XIX века, во второй половине XIX века, под непосредственным влиянием идей джидидизма, а мы о движении джидидизма будем говорить чуть позже, возникает целая палитра очень продвинутых центров просвещенности речь идет о знаменитых мэдресе не только Казани. Мэдресе строились в Уфе, в Троицке, строились в отдаленных населенных пунктах. Вот в этом отношении очень интересно, что крупные центры просвещенности, которые являлись центрами просвещения, я обращаю ваше внимание, не только татарского народа, но и соседних народов мусульманских, речь идет о башкирах, народах Казахстана, Средней Азии. Такие мэдресе открывались в заказании. Уже кроме упомянутого мной известного мэдресе в деревне Нижней Березки, открывается целая серия мэдресе в современном Атнинском районе, в современном Арском районе, в современном Балтасинском районе. Среди этих мэдресе наиболее большую известность и популярность среди татар получает знаменитая новометодная джедедистская мэдресе в селе Ишбуби. Таким образом, вторая половина 18 века, конец 18 века, начало 19 века, это период восстановления культуры. Нельзя забывать, что после 1552 года и вплоть до середины 18 века, мы с вами уже об этом говорили, татарское общество просто выживало. И по этой причине оно ушло в религиозную составляющую. А вот начиная с эпохи Екатерины II, когда были предоставлены возможности для возрождения культуры, когда были предоставлены возможности для ренессанса культуры, татарские социум, особенно городская его часть, она в полной мере воспользовалась данной такой возможностью. И если мы говорим, что конец 18 века, начало 19 века, это начало возрождения татарской культуры, то буквально уже через сто лет, конец 19, начало 20 века, это мощный всплеск культуры татарской, даже есть такой термин ренессанс татарской культуры. Я тем самым хочу просто подчеркнуть, что начало таким тенденциям как раз и было положено во второй половине 18 века. на прошлой неделе мы с вами говорили о судьбе служилых татар, выяснили, что основная часть служилых татар перешла в сословие государственных крестьян, но, конечно, не все. Значительная часть осталась священнослужителями, и при этом мы подчеркнули, что определенная немалая часть служилых татар стала заниматься торговлей. Так вот, вторая половина 18 века, когда в Поволжско-Уральский регион активно проникает торгово-денежные отношения, вот эти татарские купцы, служилые татары, стали активно втягиваться в товарно-денежные отношения. Приобретая постепенно определенный капитал, мы также говорим о том, что представители, вначале это были, конечно, робкие шаги, некоторые представители торгового капитала начали осваивать и мануфактурные производства. Вот первое мануфактурное производство, которое основали татары, мы знаем, возникло еще в конце XVII века на Каме, причем его основал известный купец Тумашев. Уже к середине XVIII века на территории Казанской губернии, Сопредельной губернии, имеется ввиду Вятская губерния, южная часть Вятской губернии, Оренбургский край, то есть в местах компактного проживания татарского населения начинают возникать крупные предприятия, мануфактурное производство. Одним из первых возникает и металлургические предприятия. Такое металлургическое предприятие в историю вошло под названием Таишевский медоплавильный завод в Мамадышском уезде, это современное село Кукмар нашей республики. Тут возникает медоплавильное предприятие, которое организовали крещеный татарин, иноземцев и купец Абсалямов. Это был уникальный случай по той простой причине, что еще в 17 веке, в начале 18 века государство принимало определенные законы, которые ограничивали участие татар при поступлении в государственную службу, это во-первых, во-вторых, сильно ограничивали участие татар в некоторых торговых операциях и абсолютно не разрешалось татарам иметь медоплавильные предприятия и заводы. Поэтому татарские купцы активно в этом плане сотрудничали с представителями христианской части населения и в частности с крещенными татарами. И вот как раз возникновение такого предприятия недалеко от Казани совместного с Иноземцевым и позволило Абсалямову стать одним из первых крупных предпринимателей, которые освали уже и промышленное производство. Далее, в силу тех ограничений, которые были введены, татарские купцы, татарские предприниматели активно осваивали производство и открывали мануфактуры в основном в области легкой промышленности. Например, еще в самом начале XVIII века в Казани купцами Абанаевым и Абсалямовым были построены крупные кожевенные заводы. А к концу XVIII века наиболее крупные кожевенные маловаренные предприятия, которые возникали в Казани, они как раз и основывались татарскими предпринимателями, татарскими купцами. Постепенно кожевенное производство, как один из основных видов мануфактурного производства у татар, открывается не только в Казанской губернии, хотя надо признать, что центр был все-таки в Казани, они открываются в соседней Вятской губернии, они открываются в Оренбуржье, открываются в Астраханской губернии, И в целом рядом других губерний. Кожевенное производство, которое расцвело в Казани, начиная с начала 19 века и вплоть до конца 19-го, начала 20-го века, а в этот период оно приняло уже вид массового производства промышленного, составляло значительную часть экспорта Российской империи. В целом это было связано с тем, что у татар кожевенное производство традиционно являлось одним из основных видов ремесленного производства, начиная еще с эпохи Средневековья. Ну, достаточно вспомнить летописные сообщения о периоде волжской Болгарии, о том, что волжские булгары ходили в кожаных сапогах. Но расцвет ремесленного кожевенного производства происходит все-таки чуть более поздний период. Это в период Золотой Орды и особенно Казанского ханства. Например, при археологических исследованиях городов Золотой Орды археологи находят остатки предметов кожевенного производства. Вот один из таких образцов, который сохранился до наших дней, это кожаная сумка 14-го века, вы как раз видите на экране. О мягких сапогах из кожи у казанских татар периода Казанского ханства писал, уже неоднократно упомянутый в ходе наших лет, австрийский путешественник, дипломат и просто ученый Сигисбунд Гербештейн. Напомню, что он жив в 16 веке, посещал Россию и Казанское ханство дважды. Его произведения вообще в Европе были очень популярны, по той простой причине, что у него был очень живой язык. Но, кроме того, Сигисбунд Гербештейн, будучи образованным человеком, он проникся в культуру русскую, проникся в культуру татарскую, дал очень яркое описание быта Москвы первой половины 16 века. Дал такое же яркое описание быта казанских татар периода Казанского ханства. И вот эта культура того периода, культура народов этих государственных образований, она достаточно ярко, достаточно подробно представлена в его знаменитых записках о московитых делах. Так вот, в этих записках он отдельно упоминает о том, что в средневековой Казани на высоком уровне было кожевенное производство и особенно красивых татарских сапог. Вот в этом отношении, в его рукописи есть интересная иллюстрация, в которой изображен сам Сигисбунд Гермештейн в русской шубе и в татарских сапожках. Это лишний раз подтверждает, что традиции кожевенного производства у казанских татар, они берут свое начало с эпохи еще средневековья. Не все знают, что начиная с 15 века татарская мозаичная обувь, которую мы называем казанской узорной также обувью, кстати, она сохранилась среди всех тюркских народов только у казанских татар, она проникает и в московское общество. Например, в Кожевнической слободе Москвы, основанной татарами и выходцами из Золотой Роды еще в 15 веке, в конце 14-го, в начале 15-го века, и особенно развернувшиеся в период правления Василия II Вилеева, князя московского Василия Темного, изделия татарских мастеров по изготовлению узорной кожи прочно входят уже в моду среди русской, московской элиты. Вот в этом отношении очень характерна работа Оскара Фредверта Люцева, которая называется «Милый гость». На этой картине это работа немецкого автора 19-го века. Мы видим, что у одного из представителей русской аристократии как раз он обуд вот в эти татарские ичаги, которые, повторюсь, были очень популярны в 14-м, 15-м, начале 16-го века и в московском обществе. Это же подтверждает и выдающийся представитель русско-исторической мысли Костомаров. Костомаров в своем очерке домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-м и 17-м столетиях оставил очень интересное сообщение. Это были сапьяновые сапожки. Они разделялись на два вида. Полные, достигавшие до колен, и полуполные. Ичатеги, а именно так их называет Костомаров, речь идет об ичагах, были всегда цветные. Чаще всего красные, желтые, иногда зеленые и голубые, белые, телесного цвета. Они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и унизывались жемчугом. Надо признать, что с середины 16-го века и до конца 18-го века памятников и документальных свидетельств о выпуске вот этой казанской узорной кожной ичагов, к сожалению, не сохранилось. Очевидно, что в отдаленных населенных пунктах, особенно за Казани, этот вид народного ремесла, искусства, он, конечно же, сохранялся. Однако мы уже знаем, что начиная с конца 18-го века и особенно с начала 19-го века ичижное производство, и в целом искусство кожной мозаики превращается вначале в промысел, а затем и в промысленное производство. Надо признать, что самые архаичные формы сохранились с конца 18-го века. Они находятся на территории музеев, ведущих музеев нашей страны. Это в Казани, это в Санкт-Петербурге и в Эрмитаже. И массовое производство, о котором писали современники того периода, как раз начинает примерно с середины 19-го века, а конец 19-го века – это рассвет кожевенного производства, которое было организовано в Казани, в крупных других городах и в тех селах за Казани, о которых я вам сегодня говорил. Например, мы знаем, что в конце 19-го века в Казани уже существовало более 30 крупных кожевенных производств, среди которых выделялись две известные по всей России – это фабрики купцов Абдулина и Файзулина. Вот, кстати, именно об этом производстве в свое время писал и Карл Фукс, профессор Казанского университета. В большом количестве вышиваются шелком и золотом так называемые ичаги. Основным продуктом производства обуви являлся знаменитый казанский софьян. Это тонкая обработанная кожа и шкур, коз, реже овец и телят. И именно об этой коже писал в своих записях француз Тикустина в 1830 году. Красивый софьян производится в Казани, и по слухам ее можно дешево купить на ярмарке в Нижнем. Другим сырьем, как известно, была ювча, это более толстая кожа, которая, как правило, выделывалась из шкур бычков. Но самая дорогая, это, конечно, была софьяновая кожа, из которой, в основном, изготавливались очень изящные женские сапожки, которые в большом количестве шли на экспорт. Вот в конце 19-го, начало 20-го века, мы знаем, что вот в этом ичижном производстве в Казани и его окрестностях было задействовано несколько десятков тысяч человек. Это было крупное промышленное производство, которое, надо признать, и поддерживалось правительством. По той простой причине тогда был очень большой спрос. Причем из тех изделий, которые производились в Казани, которые производились в целом Казанской губернии, только незначительная часть шла на потребление внутреннего рынка. Его основная доля приходилась на экспорт. Изделия из Казанской кожи принимали участие в всевозможных выставках, но вот самая известная выставка, это в 1883 году, когда софьяновые сапоги фирмы Галиева получили большую золотую медаль на Европейском обществе наук в Париже. Надо признать, что ичижное производство было достаточно широко развито и в Яцкой губернии. Я как-то в своих лекциях уже упоминал, что оно широко было развито и у Казимовских татар. Но и в целом к началу 20 века она достигает пика своего промышленного производства. При этом надо признать и другое. В первые десятилетия 20 века происходит спад. Но спад этот происходит с началом Первой мировой войны, с общим спадом промышленного производства в России. В дальнейшем этот вид производства уже не достигает таких объемов, таких высот. В советский период, хотя оно и сохранялось, но не имело того влияния на экономическое развитие уже нашей республики, уже татарской республики. Но и в последние годы лучшие мастера пытаются возродить ичижное производство на территории Казани и в целом Татарстана. Вторым по значимости у татарских предпринимателей это было маловаренное производство. Так, например, дорогие слушатели, в Казани в начале 20 века татарским купцам и предпринимателям принадлежало 11 крупных маловаренных мануфактур. Также были развиты предприятия по производству шелковых изделий. Ну и так далее, и так далее. Рост мануфактурного производства активизировал товарно-денежное отношение татарского купечества. Но в переформенный период мы наблюдаем определенную тенденцию. Она была связана с тем, что в ходе великих реформ Александра II и последовавшей за ним промышленной революцией в России, индустриализацией в России, началось активное строительство целой сети железных дорог, которые соединяли центральные губернии России с восточными губерниями. А помните, мы с вами говорили, что начиная с эпохи Екатерины II, татарское купечество прочно держало в своих руках мелкооптовую розничную торговлю со Средней Азией и с Казахстаном. Так вот, строительство этих железных дорог, оно внесло свои соответствующие коррективы. Татарское купечество, которое активно осваивало Туркестан, оно стало терять свои позиции. По этой причине татарские предприниматели очень быстро перепрофилировали свою профессиональную деятельность. И с этого времени мы отмечаем, что в большей степени татарское купечество и татарские предприниматели больше начинают осваивать промышленное производство, а именно, это открываются золотые прииски, обладателями которых были знаменитые братья Ромеевы. Братья Ромеевы – это Шакир Ромеев и более известный его брат Закир Ромеев, известный татарский поэт, классик татарской литературы, более известный нам под именем Дертмен. Это одни из самых богатейших людей России, которые вкладывали значительные средства и в просвещение, в книгоиздательскую деятельность. И именно благодаря таким предпринимателям, крупным представителям торгово-промышленного капитала, татарское общество и переживало в этот период эпоху бурного своего рассвета. Говоря о Ромеевах, нельзя не сказать о том, что в Казани возникли к этому времени уже династии, кланы, крупных торговых купеческих родов, среди которых я бы назвал, например, Апанаевых. Это Аитовы, Мусаевы, Азимовы, знаменитая фабрика братьев Утимышевых на территории Вятской губернии и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, татарское национальное предпринимательство, которое начиналось как торговое в конце XVIII века, к концу XIX века переживает эпоху бурного своего развития и постепенно превращается в торгово-промышленную татарскую буржуазию. Именно эта торговая промышленная татарская буржуазия, которая в этот период является достаточно серьезной экономической силой региона, она постепенно стала основой тех культурных политических изменений в татарском обществе, которые происходят в конце XIX-начала XX веков. С возникновением, формированием такой мощной прослойкой торгово-промышленной буржуазии, конечно, возникает необходимость учреждения казанской татарской городской ратуши, которая и была учреждена в Казани в 1781 году. При этом скажу, что русская городская ратуша, она в Казани возникла несколько ранее, а именно в 1727 году. Параллельно с казанской городской татарской городской ратушей учреждается аналогично и в Оренбурге. Она учреждается в 1784 году. Вот учреждение двух торговых татарских городских ратуш, надо признать, вызвало огромный общественный резонанс во всем татарском обществе. И хотя, на первый взгляд, компетенции городских ратуш, они были достаточно ограничены, они носили рекомендательный характер и в основной своей массе регулировали вопросы товара, оборота, налоговых поступлений, расходов налогов. Они противоречили тому законодательству, которое принималось Российской империи. Более того, оно действовало в рамках тех решений городской управы, которые принимались, что в Казани, что в Оренбурге. Но при этом необходимо учесть, что Казанская городская торговая ратуша, это был первый орган самоуправления татар после событий 1552 года. Первые выборы прошли в 1784 году. К сожалению, имя первого городского головы нам неизвестно. Хотя мы знаем, что в состав первой ратуши вошли наиболее крупные, наиболее известные представители торгово-промышленной татарской буржуазии. Это Юнусов, это Хальфин и некоторые другие. Вот вторые выборы состоялись в 1793 году. И городским главой был избран известный татарский предприниматель, купец, известный промышленник, владелец крупного кожевинного завода в Казани, Мохаммед Рахим Юнусов. Это второй известный нам глава татарской городской ратуши. Просуществовала татарская ратуша до реформ городского самоуправления, была закрыта в 1851 году. Располагалась она в старой татарской слободе. Итак, дорогие слушатели, на этом, к сожалению, сегодняшняя наша лекция заканчивается. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Казанская городская татарская ратуша просуществовала до 1851 года. В связи с чем ее закрыли? Ну, это был период Крымской войны. Вот главной причиной как раз это и явилось. Скажите, пожалуйста, все-таки какой был круг полномочий у Казанской татарской ратуши? Да, я вскользко об этом сказал. Наверное, надо сказать об этом более подробнее. Дело в том, что круг полномочий на самом деле был очень небольшой. Это ведение торговых дел татарского купечества, естественно. Курировал сбор налогов, учет этих налогов, расходов. Кроме того, принимались определенные, очень ограниченные решения. По гражданским делам, по наследственным делам. В рамках этих полномочий. Также составлялись какие-то справки для городских властей. Отчеты для городских властей. Ну и запись в татарское купечество или мещанство. То есть, те слои населения, которые претендовали на переход в новые сословия, например, в сословии мещан или в сословии татарского купечества. Вот эти заявления, дела тоже рассматривались в городской татарской ратуши. То есть, с одной стороны, казалось бы, круг очень и очень ограничен этих полномочий. Но здесь главное все-таки не в этом. Еще раз повторюсь, главное в том, что после 1552 года впервые у татар возник орган городского самоуправления. Тут еще и другое очень важное. Создание городской ратуши, на мой взгляд, оно сыграло большую роль в том плане, что через нее татарское общество приобщалось к вот этой имперской модели развития. Через систему городского управления. Ведь городская ратуша была создана из всех тюркских народов только у татар. Больше никому это и не разрешали, то и другие народы, в принципе, к этому и не стремились. А городская буржуазия, она прекрасно понимала, что через модель городского самоуправления легче будет приобщиться к новой модели имперской вот этой государственной идеологии. Что она успешно и делала. Скажите, пожалуйста, почему именно после приезда Екатерины II началось массовое строительство мечетей? Ну, во-первых, с просьбой о начале строительства мечети татарская элита Казани, она обращалась неоднократно, всегда получала отказ. То есть это была не первая просьба. Потом, наконец, татары поняли, что началась новая эпоха, эпоха просвещенного монарха. И татары поняли, что к ним относятся как к таким же подданным. Они поняли, что русское государство нуждается в татарах. Вот я же вам помните, я говорил об освоении Туркестана, где Екатерина II без помощи татар просто не смогла бы достаточно эффективно и быстро это сделать. Ну и отношение Екатерины к татарам, лояльное отношение, оно породило и, соответственно, лояльное отношение татар к правительству и лояльное отношение к самой Екатерине II. Дорогие студенты, если вопросов больше нет, мы сегодня завершаем наши уроки истории. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова